Здравствуйте! С вами Дела Домашние и я Ксения Солтеркович. Чаще всего мы вспоминаем о том, что не мешало бы дома сделать ремонт, находясь в положении. Может быть, времени становится больше свободного. Например, меня осенило это на девятом месяце, когда нужно было уже готовиться рожать. Героиню нашего сюжета чуть и раньше захотелось окружить себя красотой и экологичностью. Почему бы и нет? Сегодня у Марины необычное путешествие. Она приоткрывает массивную дверь и как будто попадает в другой мир, где благоухают приятные ароматы, веет свежестью и прохладой. Окунулась в атмосферу древесного этого запаха, очень натурального и приятного. Была такая прохлада, такая камерная обстановка, а потом уже стала обращать внимание на предмет. Все выполнены из натурального дерева, очень хорошие такой фактуры, к которой приятно прикасаться, гладить, присесть, очень уютно. Погружаешься в атмосферу немножечко такого средневековья. На входе ее встречает Нюра Чутюнник. Человек творческий и неординарный. Вся мебель, представленная здесь, реализация ее замыслов и идей. Нюра принципиально работает только с деревом. По ее мнению, очень важно, живя в городских джунглях, быть ближе к природе и окружать себя натуральными материалами. И еще немаловажный факт, что чем дольше и больше служит дерево, тем ценнее оно. И наоборот, если там искусственные материалы, чем дольше у вас там стоит, например, коробка из ДСП, из какого-нибудь паровые выделения с каждым разом все вреднее и вреднее, они накапливаются в атмосфере воздухе, и это действительно как бы мы просто никогда не отмечаем, от чего наши все болезни и болячки. Ну, наверное, поэтому могу смело сказать, что из натурального дерева предметы действительно это ценность какая-то. Атмосфера гармонизируется, пространство становится комфортным. Такого же мнения придерживаются и врачи-иммунологи, ведь то, что нас окружает, непосредственно влияет на здоровье и самочувствие. Особенно это важно, когда в доме живет малыш. Беременные женщины, дети раннего возраста большую часть времени проводят внутри дома, и поэтому важно создать благоприятную микроэкологию с использованием натуральных материалов, избегать мебели из пластика, из ДСП, содержащих различные химические соединения. И важно, чтобы, например, мебель была из натурального дерева и помогала регулировать влажность помещения. Окружая себя красивыми и, самое главное, натуральными предметами, мы сами того не замечая создаем благоприятную атмосферу и получаем дом, в котором хочется жить. Немаловажную роль играет цвет. Психологи советуют отойти от традиционных и отдать предпочтение другим, но не менее естественным цветам – белому, серому, оливковому и ярко-солнечному. Обилие оттенков в интерьере, гармонично сочетающихся между собой, положительно влияют на психологический климат в семье. Красивая беременность, в первую очередь, она будет красивой, если женщина себя очень хорошо чувствует. Находится в атмосфере красоты внутренней и окружает уже себя, излучает даже какую-то красоту, передавая ее своим родным, близким, заражает своей улыбкой. Окружает красивыми вещами, походами культурными куда-нибудь. Вот. Ну и следить за своей фигурой и здоровьем, конечно, обязательно. Интересный факт. Большинство малышей рождаются с серо-голубыми глазами. Это происходит из-за отсутствия у младенцев меланина. В течение полугода цвет глаз может измениться. Мы те, кто отказывается от сна в пользу завтрака для своей семьи. Те, кто способны владеть семейным бюджетом. Те, кто сворачивает в бизнесе горы. Но не забывай это самым главным. Те, кто решает забыть негативный опыт и довериться надежным специалистам. И не желает экспериментировать со своим здоровьем. Выбирай ДНК-клинику. Эксперта женского здоровья. Челябинск, 211-0303. Дизайнеры любят использовать в современных проектах домов и офисов стеклянные конструкции. Они не загромождают и не утяжеляют пространство. Стекло прекрасно сочетается с другими материалами и добавляет в интерьер нотки эклектики. Предлагаю посмотреть различные варианты. Сегодня популярно любить в интерьере кантри и классику. Красиво, конечно. Но иногда душа просит прозрачного урбанизма и мощного хай-тека со столичным размахом. Все должно быть лаконичным, но элегантным. К тому же простым, как стекло. Современная тенденция такая, что больше стекла, больше нержавейки, больше натуральных материалов, камень. Сейчас есть возможность сочетать такие, как бы ранее несовместимые материалы. Нержавея сейчас так, декоративная, с деревом, со стеклом, с алюминиями. Стекло переживает второе рождение. Без него интерьер 21 века просто невозможно представить. В дизайне себя можно не ограничивать. Современные варианты впечатляют. Дверь распашная на маятниковой системе с креплением вверх-вниз на фитингах. Толщина из стекла для использования двери 8 мм. Бронза, тонированная в массе, химического отравления. Стекло непрозрачное. Рабочая створка устанавливается скрытым доводчиком в пол. Доборное полотно, оно получается на маятниковой системе. В случае заноса, выноса крупногабаритных изделий мы можем открыть рабочую створку. И доборное полотно полностью открывается. На данной двери применяется ручка H-образная, со смещением. Длинная, с перфорацией, что продает ей такой стильный вид. Стеклянные двери подойдут и для дома, и для бизнес-интерьеров. При желании можно добавить детали. В данном случае мы говорим о распушной двери в алюминиевой раме и дверной полотно в ультратонком алюминиевой обвязке. Для более четкого состыковки коробки со стеной применяется уголок. Наполнение у двери закаленное стекло, плюс 4 мм, что позволяет при создании двери использовать разные цветовые решения. То есть, предположим, в данном случае стекло окрашено по технологии MG Color, и сама окраска, текстура находится внутри, между двумя стеклами. Таким образом, глянется у нас получается снаружи, что повышает эксплуатационные характеристики. Интерьер из стекла вовсе не означает, что он хрупкий и нужно ходить на цыпочках. Благодаря технологиям материал способен выдерживать удары и немалый вес. Стекло может быть прозрачным только с одной стороны или меняться в зависимости от освещенности. Особенно это актуально для использования в душевых. Смотрится отлично и к тому же удобно. В последнее время для общественного заведения существует требование по зонированию помещений курильных конок. В данном случае в общественном заведении применена система перегородок для зонирования курильной зоны. В нижнем модуле двери используется специальное отверстие для притока воздуха, так как внутри помещения предусмотрена вытяжка. Здесь вопрос с видимостью и удобством решен на все сто. Но есть места, где прозрачность совсем не нужна. Зато необходим дизайнерский подход. У любителей стекла есть отличное решение – полотна в стиле фьюзинг. Все чаще для бань применяют двери из окаленного стекла. Они хорошо в эксплуатации, хорошо моются и пропускают свет. В данном случае применяется тоже дверь в баню, коробка липа, боковые петли из нержавеющей стали. Ручка была специально под заказ. По желанию заказчик выполнена из дерева, из массива липы. Особенностью данной двери является думка дизайнера. Для данной двери был применен натуральный веник. Дизайн можно выбрать по своему вкусу. Нужный рисунок запекается между стеклами, не повреждается и остается в первозданном виде. Смотрится действительно оригинально. Алюминия просто позволяет выпускать достаточно сложные технические элементы, которые позволяют интегрировать достаточно красивые, серьезные, симпатичные вещи в точке зрения дизайна. То есть, что можно сделать в алюминии, то нельзя сделать в нержавеющей стали на самом деле. Талантливый человек талантлив во всем. А уж если дело касается интерьера, здесь любителям оригинальности в руки попадают все карты. Прочное, безопасное и к тому же красивое стекло позволяет варить настроение. А это в создании интерьерных решений главное. Витраж – оригинальное решение оформления дома. Удовольствие не из дешевых. От 20 тысяч за квадратный метр. Но это того стоит. Первые витражи появились еще до нашей эры. Это были настоящие произведения искусства, которыми украшали дворцы и соборы. Компания «Инекс». Проектирование и изготовление конструкций из стекла. Перегородки, двери, душевые кабины. Высокие стандарты качества. Оперативные сроки монтажа и гибкая ценовая политика. Реализуем самые смелые дизайнерские проекты. В салонах «Миас Мобили Интерьера Италии» мебель со вкусом. С выгодой для вас 30%. Подробности в фирменных салонах по телефону «Единый справочный» Мы переходим к следующей теме. В сезон распродаж можно купить качественную и добротную обувь по привлекательным ценам. Например, шпилька никогда не выходит из моды. Хотите быть в тренде? Отдайте предпочтение моделям интересных расцветок. Также выбирайте балетки в стиле винтаж, модный спорт и обувь на платформе. Эти тенденции сохранятся и в следующем сезоне. Если скучно и нечем заняться, отправляемся в обувной магазин. Красивая обувь – это маленькая женская слабость. Пройти невозможно. А если одолеет хандра, новая пара без сомнения все исправит. Дизайнеры давно вышли за рамки наскучивших стереотипов и предлагают этим летом легкие, яркие и, главное, удобные модели. Женщина – создание непредсказуемое и противоречивое. Модные фишки этого сезона такой характер только приветствуют. Спортивный стиль на вершине популярности. Но вряд ли в таких кроссовках или кедах можно пойти в спортзал. А вот на подиумах и городских улицах им самое место. В кедах на высокой подошве с нежным цветочным принтом и текстильной каймой можно смело отправляться в эпоху хиппи. Удобные модели с яркой индивидуальностью сегодня актуальны как никогда. Коллекция дизайнеров и на полках магазинов обилие расцветок в игривых и строгих вариациях встречаются часто. Как и обувь на массивной рифленой подошве. Платформа модной тренд-сезоны весна-лето 2016. И от нее практически не скрыться. Кеды, макосины, босоножки, стильные полуботинки. Если ваш приоритет – сдержанность и демократичность, смотрите в сторону однотонных моделей. Простота и комфорт – главные их достоинства. Как и универсальность – туфли сочного желтого или оранжевого цвета. Из мягчайшей кожи станут яркой деталью в городском стайле. Принты, похожие на крылья бабочки, цветущие поляны или полотна живописцев – заманчивые идеи для гардероба. Но это далеко не все, что может предложить модная индустрия в этом сезоне. Лакированные туфли, ботильоны и макосины – снова на пике популярности. А любительницам показать свою хищную натуру подойдет декор под кожу рептилии, который теперь можно найти даже в кроссовках. В моде спортивный шик, но если вы предпочитаете классику, советую обратить внимание на лодочки размытых оттенков – желтый и синий – модные цветам этого сезона. Но ограничиваться ими, опять же, не обязательно. Яркий ультрамарин или пастельные тона – это лето не скупится на обилие красок и добавляет в жизни легкости, смелости, быть самой непредсказуемой и прекрасной. Коби Леви – израильский дизайнер обуви, любящий эпатировать публику нестандартными моделями. Из-под его пера вышли туфли-бананы, а также босоножки в виде собачек и кофейников. Автор уверяет – все его творения можно носить. Скорей на распродажу в Мегаобувь. Улетные цены на известные европейские бренды. Огромный выбор, роскошное качество и дизайн. Найди свою пару, поторопись, можно не успеть. Мегаобувь, Каслинская, 64, торговый центр. Первое сентября не за горами. С начала июля начали работать школьные базары, где можно найти интересные вещи, чтобы создать школьный лог с изюминкой. Я уже все проштудировала. В мои годы такого разнообразия не было. Белоснежные банты, косички и отглаженные фартуки – так выглядели первоклассницы еще 30 лет назад. С тех пор многое изменилось. Оказавшись в музее образования, на меня нахлынули воспоминания. Ведь когда-то я сама училась в советской школе. Правда, за такой партой не сидела. Ведь это настоящий раритет. За такими столами учились наши бабушки и дедушки. А вот школьную форму носила. Обязательным элементом были накладные, манжеты и воротничок. Обратите внимание, манжет пришит на живую. Каждый раз приходилось их отпарывать, стирать и пришивать вновь. Но давайте обо всем по порядку. Как говорится, с исторической достоверностью. Созданию единой формы послужил указ от 1834 года. Мальчиков решено было одеть по-военному в суконную гимнастерку с серебряными пуговицами, подпоясанную лакированным ремнем и светло-синюю фуражку. Девочек же в плесерованные платья. Света варьировались в зависимости от учебного заведения. А вот фартук был строго регламентирован. Черный в будние дни и белый в праздничные. В парадной одежде ученики посещали театры, рождественские вечера, ходили на праздничную службу в церковь. Но после гражданской войны форму было решено отменить. Официально говорили о том, что школьная форма – это буржуазный пережиток такой царской России, полицейского режима. Но по факту, к сожалению, по сути в растране не было денег, чтобы форму шить и одевать в нее учеников. Вновь одежда для школьников стала обязательной лишь в 1948 году. Тогда она мало отличалась от обмундирования гимназистов царских времен. Но со временем стиль милитари стал уходить на второй план. Сначала ребят переодели в костюмы двойки, поменяли цвет с серого на синий и добавили эмблемы на рукавах. На эмблеме мы можем видеть стилизованное изображение книги и солнце, то есть ученический свет. А еще был вариант книги и стилизованного изображения атома. То есть такой вариант был для старшеклассников – свет науки. Были и специальные атрибуты. Они указывали, в какой организации состоит ученик. В младших классах ребята носили октябряцкую звездочку. С класса третьего – пионерский значок и галстук. Я его даже не разучилась завязывать. Было очень важно, чтобы уголки были на одном уровне. Правда, галстуки очень быстро изнашивались. Приходилось менять по два-три галстука за один год. А вот в шестяных платьях школьницы ходили в течение всего года. По своему опыту могу сказать, летом в нем было очень жарко. Но ничего поделать было нельзя. Если школьная форма на каждый день была практически у всех одинаковая, то вот с белыми фартуками можно было поэкспериментировать. Очень часто мамы их шили сами. Покупали красивые ткани, кружева, делали рюши, чтобы их ребенок на 1 сентября выделялся из толпы. В 92-м году школьную форму отменили. Для учеников это была неслыханная радость. Но с ностальгией по ушедшим годам. И на последний звонок на протяжении долгого времени ученицы с особой гордостью надевали коричневое платье и белый кружевной фартук. А прямо сейчас проект «Большие и красивые». Знакомьтесь с новой героиней. Генеральный партнер проекта «Большие и красивые». Сеть магазинов «Большая мода». Все прелести лета встречай с большой модой. Большая мода гардероб на все случаи жизни. Профессиональные консультанты предложат неожиданные решения для твоего образа. Будь разной с большой модой и оставайся собой. Приглашаем «Цивилинка 37» и «40 лет победы 15». Новая героиня проекта «Большие и красивые» Марина Капустина. Дочка военного с сильным волевым характером, а также с добрым и открытым сердцем. В свои 29 лет она сделала успешную карьеру юриста и теперь всерьез взялась за обустройство личной жизни. Свободно абсолютно у всего на этом. Цель моего визита на данный проект – это, скорее всего, изменения в той же самой личной жизни. А чтобы изменить личную жизнь, либо что-либо изменить, надо начать любые изменения самой себя. В телевизионных проектах Марина раньше не участвовала, да и с внешностью старается не экспериментировать. В одежде придерживается консервативного стиля, сдержанная прическа и минимум макияжа. «Ракезов не носила, розовый цвет не носила. Единственный эксперимент в 17-летнем возрасте – у меня был длинный волос, довольно-таки длинный. Единственный эксперимент – это был тройное окрашивание. Низ баклажанового цвета, середина шоколадного и вверх блонди». Душа требует перемен, и наша героиня хочет рискнуть и попробовать себя в новом образе. Участие в проекте – это первый шаг навстречу новому имиджу. «Я бы хотела, наверное, сохранить ту, как скажем, скорее всего, стиль корпоративной этики, да, джаз-кода, но добавить туда, конечно же, вот легкого что-то, такого яркого и легкого, если это позволительно». С Мариной будет работать команда профессионалов. Стилисты, визажисты и имиджмейкеры помогут создать неповторимый образ для нашей героини. Марина всегда придерживалась классического стиля в одежде, но сегодня стилисты намереваются это исправить. Марина, здравствуйте! Проект «Большие и красивые» приветствует вас. Мы очень рады, что вы сегодня здесь у нас, и чудесное преображение вас ждет. Для нашей героини подготовили несколько абсолютно разных комплектов. Но прежде чем девушка отправится на примерку, ее ждет разбор полетов. Что касаемо сегодняшнего комплекта одежды, точнее сказать, платья, хочется отметить такой момент. Традиционно мы стремимся создать фигуру песочные часы. То есть традиционно она считается эталоном. Что сделала ты, Марина, сегодня? Ты сделала, ты делала такое платье, которое из тебя сделало вот такое яйцо. То есть вместо того, чтобы талию сузить, ты ее расширила. Чуть-чуть мы уберем ваши бока, бачки. Мы их спрячем вот за эту легкую-легкую блузу. А давайте посмотрим, как это на вас сядет. Первый образ яркий, летний и воздушный. Комбинацию из однотонных топа и брюк розового цвета дополняет блуза с геометрическим принтом. Такое сочетание визуально сделает фигуру Марины стройнее. Просто сногсшибательно. Я даже не ожидала, что такое может быть. Да, только кое-чего не хватает. У вас отличные тонкие запястья для вашей фигуры, поэтому можно вот сюда одеть вот такие часики зелененькие. Следующий комплект идеально подойдет для романтической прогулки. Стилиста выбрали для Марины жакет благородного бежевого цвета и топ с брюками кофейного оттенка. Акцент сделали на аксессуары – бусы и изумрудный палантин. Посмотри, что делают вертикальные линии. Какая красота. На фоне пастельного такого комплекта вот эти вот яркие акценты сыграли свою решающую роль. Во-первых, очень красивые глаза, то, о чем мы говорили. У тебя прям засветились глазки. И фигура стала более-более изящная. Стилистам удалось подчеркнуть природную красоту Марины. Еще один образ – юбка классического кроя, яркий топ и джинсовая рубаха. И перед нами как будто другой человек. Мы в данном комплекте обязательно должны подкатать рукава. Сделали акцент на линии талии, на уровне талии. То есть вот этот вот у нас, да, рукавом. То есть таким образом мы прорисовали талию. И напоминаем тебе, она у тебя есть, она здесь, вот. Так, ну и смотри, пожалуйста, вот по поводу украшения опять. Что ты говорила? Да, то есть мы привлекаем к зоне декольте, к лицу, внимание, украшение. Очень удачная, кстати, длина юбки. То есть правильная длина. То есть это середина икры. Советы стилистов легко применимы в жизни. И Марина обязательно ими воспользуется. Но задача проекта – дать почувствовать себя яркой и женственной – еще не решена. Остались последние штрихи. Марина отправляется делать стильную прическу и макияж. Здравствуйте. Опять-таки присаживайтесь. Ну что, Марина, как с новой стрижкой, с новой покрашиванием? Прекрасно. Пока мастер создавал новый образ, у Марины были сомнения. Девушка и не подозревала, что ее волосы могут выглядеть так объемно. У нас волос густой, нам нужен прям большой объем. По мере того, как работа по укладке продвигается вперед, Марина все больше проникается новой идеей объемной прически. Ну, хотелось бы обрести что-то такое, нотки такого яркого, приятного, воздушного, такого… Как эти кудри, в общем. Работа с укладкой полностью завершена. Не обошлось и без практических советов. Марина никогда сама не пыталась сделать объемную прическу. Марина, так как у вас волосы шелковистые сами по текстуре, да, то если вы делаете укладку дома, кудри, лучше, конечно, делать это на пенку. То есть это будет дольше держаться укладкой, и вам самой будет легче. С применением лака тоже, чтобы это дольше продержалось, и не бойтесь сделать себе объем. Вам с объемом очень хорошо. У нас Марина девушка яркая, девушка видная, и работа у нее такая серьезная. Она у нас юрист, и дресс-код там, и стиль одежды, и прическа, то есть в основном классика. И мы решили наоборот все сделать. И мы сделали медный оттенок, объемную укладку, но а макияж впереди. Сюрпризы поджидают Марину и на макияже. Но здесь общение с мастером сразу началось с важного совета. Марин, хотелось бы дать такой совет, как сделать лицо более фактурным. Я думаю, что каждая девушка мечтает, чтобы у нее было видно и скулы, да, и сделать лицо более узким, потому что мы все-таки стремимся к идеалу, атаковальному лицу. И сейчас я покажу, как это можно делать в домашних условиях. Прекрасно. Ну все, Марин, мы поработали с контуром лица. Я подчеркнула ваши скулы. О некоторых удачных сочетаниях цветов трудно догадаться самостоятельно. Поэтому комментарии визажиста Евгения имеют особую ценность для Марины. На фоне медных волос очень красиво смотрятся оттенки розовых помад. Не обязательно, если это медные волосы, то это должна быть какая-то рыжая или морковная помада. Нет, на контрасте можно выбирать оттенки розового, красного. Это очень красиво будет смотреться и освежать образ. Итак, мы подошли к важному моменту в преображении нашей героини. Марин, мы свою работу выполнили и готовы показать вам результат. Раз, два, три. Вау! Обалдеть! Вообще! Вот теперь Марина полностью готова к фотосессии. Девушка как на крыльях выпорхнула из салона красоты и отправилась на встречу с фотографом. Глазки на меня, на меня глазки. Улыбаемся. Насчет прически могу сказать точно. Такого у меня никогда не было. Кудрия себе никогда не делала. Наверное, это вот внутренний мой мир. Вот весь такой позитивный, красивый, яркий. Видимо, люди все-таки учли все моменты. Увидели, видимо, внутренние мои качества каким-то образом. И все это воплотили в реальность. Вот это вот было круто. Общение с профессиональным фотографом оказалось для Марины интересным приключением. Не все у девушки получалось сразу. Зато недостаток опыта она слегка и компенсировала природным обаянием. Надо любить, наверное, себя и уделять себе любимое внимание. Преображение Марины состоялось. Ощущение праздника теперь надолго останется вместе с ней. И все это благодаря тому, что девушка не побоялась довериться стилистам и с легкостью приняла свой новый яркий образ. Все прелести лета встречай с большой модой. Большая мода гардероб на все случаи жизни. Профессиональные консультанты предложат неожиданные решения для твоего образа. Будь разной с большой модой и оставайся собой. Приглашаем Цивилинга 37 и 40 лет победы 15. Благодарим за сотрудничество. Студию красоты Натальи Тюниной и фотостудию Клары Цеткин. Редактор субтитров А.Семкин